вы когда-нибудь задумывались что обычная уборка может повлиять на ваше финансовое благополучие знаете если мыть пол в определенные дни недели деньги могут просто смываться и уходить из вашего дома не верите в этом видео мы с вами поделимся о том какие дни нужно избегать чтобы не отпугнуть удачу и достаток и как же правильно проводить уборку чтобы привлечь денежные потоки в свой дом и в свою жизнь смотрите до конца чтобы узнать все секреты прямо сейчас поставьте лайк а в комментариях напишите мой дом магнит для денег и удачи часто ли вы задумываетесь что привычные действия такие как уборка в доме могут стать мощным ритуалом для привлечения денег удачи счастья и благополучия правильный подход к таким простым вещам как мытье полов может изменить энергетический баланс вашего дома как же обычная уборка может стать настоящим обрядом для привлечения благополучия и гармонии ваш дом каждая деталь имеет значение ведь наш дом это отражение нашего внутреннего состояния когда в нем царит чистота и порядок это влияет и на нас и на нашу жизнь важно не просто механически убирать а делать это с осознанным намерением и правильным настроем давайте разберемся как превратить обычное мытье полов в ритуал который принесет вам деньги удачу счастья и благополучия прежде чем приступить к уборке важно осознать что это не просто механическое действие направленное на избавление от пыли и грязи мытье полов это процесс который затрагивает и ваше энергетическое пространство каждый дом впитывает в себя атмосферу событий эмоций и людей которые его посещают и также как полы могут покрываться слоем пыли энергия в доме может застаиваться наполняться негативом тревогами и накопленными заботами именно поэтому важно подходить к уборке с сознанием того что вы очищаете не только свое физическое пространство но и пространство энергетическое прежде чем начать остановитесь на мгновение подумайте как с каждым движением швабры или тряпки вы не просто моете пол а буквально смываете все следы негативных мыслей старых тревог и беспокойств которые накопились в вашем доме представьте что вода текущая по полу забирает собой все следы неудачи плохого настроения оставляя после себя пространство наполненное светом и чистотой это не просто визуализация а настоящий ритуал очищение где ваши мысли играют ключевую роль важно убрать любые тяжелые эмоции настроиться на позитив и легкость ведь уборка как и любые другие действия всегда отражает наше внутреннее состояние произнесите про себя следующие слова с каждым движением я очищаю свой дом и привлекаю удачу благополучие и достаток эти простые слова помогут вам сосредоточиться на конечной цели создание пространства которые будут наполнять вас радостью и гармонией когда вы начинаете уборку с правильным намерением она перестанет перестает быть рутиной и превращается мощный инструмент для трансформации вашего пространства вода которую вы используете для мытья полов является не просто элементом очищения это мощный символ связан с течением времени изменениями и очищением вода обладает уникальной способностью смывать все лишнее создавая чистое и обновленное пространство на чтобы усилить ее очищающий эффект и привлечь в дом дополнительные положительные энергии можно добавить воду несколько магических ингредиентов и первое это соль обычная поваренная соль добавленная воду способна нейтрализовать негативную энергию когда вы добавляете ее воду для мытья полов визуализируйте как каждая частица соли поглощает и рассеивает все плохое что могло накопиться в вашем доме это создает своеобразный энергетический барьер который защитит ваш дом от внешнего негатива соль всегда была символом очищения и защиты и этот простой ритуал помогает вам не только физически очистить дом но и создать невидимую защиту вокруг него другим мощным инструментом для привлечения успеха является лавровый лист для лавровый лист еще с древности считался символом победы и процветания его аромат приносит в дом энергии успеха и изобилия поэтому добавьте несколько листьев воду для уборки и почувствуйте как ваш дом наполняется легкостью и свежестью лавровый лист также помогает вам избавиться от любых преград на пути к вашему счастью усиливая ваше намерение привлечь в дом удачу эфирные масла еще один сильный союзник вашем ритуале масло мята лимона или апельсина не только приятно пахнут но и помогает притягивать денежные потоки и радость мята например ассоциируется с процветанием и благополучием а ее свежий аромат помогает очистить не только пространство но и мысли привлекая положительные изменения лимон и апельсин символизируют радость свет и изобилие добавив пару капель этих масел воду вы не только наполните дом приятным ароматом но и создадите атмосферу счастья и благополучия но на этом важность деталей не заканчивается чтобы ритуал действительно сработал важно правильно выбрать выбрать направление для уборки когда вы моете полы от порога к центру вы словно открываете дверь для позитивной энергии приглашаете ее войти ваш дом этот процесс символизирует того что вы впускаете удачу и процветания поэтому начните с самых дальних углов квартиры именно там где может скапливаться застоявшаяся энергия постепенно двигайтесь к центру очищая каждый уголок своего дома это поможет вам создать свободный путь для энергии которая принесет собой успех и новые возможности если вы хотите избавиться от негатива который мог накопиться в доме например после неприятных событий или визита нежелательных гостей лучше мыть полы от центра к выходу в этом случае вы как бы вы метаете весь негатив за пределы своего пространства освобождая его для чего-то лучшего и столько того как вы закончите уборку важно закрепить ее результат одним один из способов зажечь свечу в центре комнаты свеча символизирует свет тепло и очищение пламя свечи поможет закрепить тот положительный эффект которого вы добились своим трудом когда свеча горит ее свет как бы запечатывают ту чистоту и гармонию которую вы создали чтобы привлечь дополнительную радость и счастье в дом можно провести еще один небольшой ритуал возьмите немножечко меда растворить его в воде и протрите дверные ручки мед всегда символизировал сладость жизни радости гармонию этот маленький жест поможет закрепить в доме атмосферу счастье благополучия наполнил его до наполнил его теплом и любовью каждая деталь в нашем доме каждая мелочь на первый взгляд имеет свое скрытое значение для наших предков уборка была не просто физическим трудом это было своеобразное ритуальное действие призванное привлечь благополучие избавить от негатива и очистить дом на энергетическом уровне однако мало кто задумывается о том что не только сам процесс уборки но и время в которой она проводится может повлиять на результат дни недели играют важную роль в том как ваши действия будут воздействовать на энергетическое пространство и ваше план финансово благополучие дело в том что уборка неподходящий день может буквально смыть деньги с дома понедельник это самый запомните неблагоприятный день для начала уборки особенно если вы решили мыть полы понедельник символически ассоциируется с началом нового цикла но то же время несет себя энергию хаоса и неопределенности если начать неделю с активной уборки можно непреднамеренно вымыть из дома не только грязь но и благополучие мыть полы в понедельник значит отпугнуть удачу и деньги из своего дома любые действия связанные с очищением пространства в этот день могут закрыть дверь для новых возможностей особенно если они касаются финансовых вопросов поэтому в понедельник лучше воздержаться от уборки и сосредоточиться на других делах оставляя полы нетронутыми до более удачного дня если же понедельник воспринимается как день запретов то вторник наоборот считается благоприятным для привлечения денежной энергии этот день ассоциируется с активностью движением вперед и новыми начинаниями вторник открывает дверь для новых возможностей поэтому уборка в этот день особенно если это касается мытья полов поможет вам активировать денежный поток важно помнить что при уборке нужно быть внимательным к своим мыслям и настрою сосредоточенность на позитиве и успехи усилит эффект когда вы моете полы во вторник представляете как с каждым движением вода приносит в дом деньги возможности и удачу ваше намерение играет ключевую роль она направляет энергию в нужное русло создавая пространство для процветания финансового роста для тех кто ведет бизнес или работает в сфере предпринимательства среда считается самым удачным днем для проведения большой уборки этот день ассоциируется взаимодействием обменом и укреплением связей поэтому генеральная уборка в среду поможет вам привлечь надежных партнеров и клиентов с которыми будет налажен долгосрочный денежный поток если вы моете полы в офисе или дома в этот день это способствует тому чтобы вы смогли укрепить свои профессиональные связи наладить успешные контракты и увеличить доходы среда это день когда пространство очищается для новых возможностей и деловых успехов и каждый штрих уборки открывая для вас дорогу к финансовому процветанию этот день идеален для тех кто ищет новых партнеров надежных клиентов и стабильность в бизнесе четверг это особенный день когда уборка особенно необходимо для тех кто испытывает постоянные финансовые затруднения народе считалось что мытье полов четверг может буквально вымыть из дома все препятствия на пути благополучию четверг символизирует очищение и обновление в этот день идеальный подход для тех кто хочет избавиться от денежной нестабильности если во время уборки сосредоточиться на позитивных мыслях и визуализировать как полы становится чистым листом на который приходит изобилие результат будет заметен практически сразу четверг это время когда пространство дома буквально открывается для денежной энергии правильный настрой во время уборки может усилить этот эффект многократно если у вас есть финансовые трудности начните с уборки в этот день и старайтесь при этом думать только о достатке и процветании однако если понедельник и четверг дают вам свои предостережения и советы то пятница день когда уборка может принести больше вреда чем пользы это день завершения недельного цикла время подведения итогов и подготовки к выходным народе считалось что уборка в пятницу может привести к ссорам и конфликтам в доме пятница несет в себя энергию завершения и релаксации любые активные действия могут нарушить этот баланс поэтому пятницу лучше отложить все домашние дела и сосредоточиться на отдыхе и общении с близкими чтобы избежать конфликтов и сохранить гармонию в доме суббота же это идеальный день для того чтобы с помощью уборки очистить дом от накопленного негатива суббота ассоциируется с очищением и освобождением и в этот день мытье полов помогает смыть все плохое что могло накопиться за неделю это время когда вы сможете освободить свое пространство от лишнего подготовь его для нового позитивного начала субботняя уборка это своего рода ритуал который помогает очистить дом не только физически но и энергетически создавая условия для более гармоничной жизни все что накопилось за неделю усталость раздражение мелкие неурядицы должно уйти вместе с водой оставляя дом чистым и свежим наконец воскресенье день который лучше всего посвятить отдыху это время для восстановления сил общения с семьей и перезагрузки перед новой неделей воскресенье не стоит заниматься уборкой чтобы не нагружать себя лишней работой не навлечь мелкие неприятности важно позволить себе отдохнуть и провести день гармонии с собой и близкими людьми чтобы дом наполнился миром и спокойствием воскресенье это день для любви тепла и гармонии любые дела связанные с чистотой лучше все-таки оставить на будни одно из самых распространенных народный примет является то что никогда не следует мыть полы на ночь таким образом вы можете вымыть удачу и деньги своего дома наши предки верили что ночь это время когда мир тонких материй активен любые действия с водой направленные на очищение могут непреднамеренно убрать из дома не только грязь но и позитивную энергию счастье и достаток ночь это время покоя время когда дом засыпает накапливая силы для нового дня и любые действия нарушающие этот баланс могут быть чреваты неприятностями поэтому уборка всегда нашими предками проводилась в первой половине дня когда солнце на подъеме когда энергия света наполняет дом свет сам по себе символизировал рост возможности и благополучия именно поэтому следующая примета утверждает что мыть полы после захода солнца это все-таки плохая идея этот запрет связан с тем что после заката солнца приходит время сумерек и все возможности дня закрываются если мыть полы вечером можно тем самым закрыть все возможности для удачи и достатка которые приходят с новым днем мытье полом вечером воспринимается как действие которое блокирует поток энергии приводя к застою и отсутствию новых возможностей еще одной важной народной приметы является то что нельзя выливать воду после уборки сразу за порог вода всегда была мощным символом очищения и очищающим средством но она также может нести в себе энергетику того что вы смыли с пола если вы выливаете такую воду за порог то можете вместе с грязью негативом выбросить в вымыть за дверь удачу финансовое благополучие поэтому лучше всего такую воду выливать в канализацию или в специальное место где она не сможет вернуться обратно в дом или привлечь неприятности это правило напоминает нам о важности контроля над тем куда уходит очищенная энергетика и учит нас тому что даже в таких мелочах как слив воды есть своя символика и смысл помимо этих конкретных народных примет важно было и само отношение к процессу уборки народные приметы говорят нам о том что нельзя проводить уборку с плохим настроением с мыслями о неудачи или с чувством раздражения дом как губка впитывает все что происходит в нем если вы убираете с негативом на душе то скорее всего этот негатив останется в стенах вашего дома несмотря на чистоту именно поэтому наши предки всегда начинали уборку с молитвы или с добрых мыслей с благодарности за то что есть возможность заботиться о своем доме и о своих близких это было своего рода духовным ритуалом который помогал не просто навести порядок но и гармонизировать пространство привлекая в дом мир благополучие и достаток поэтому секрет успеха в том чтобы не забывать о том что дом это наше уже убежище наш личный храм где каждый уголок хранит себя отпечаток наших мыслей чувств и поступков и как учат нас наши предки если мы правильно заботимся о своем доме он обязательно ответит нам взаимностью привлекая в нашу жизнь удачу радости достаток а что вы думаете по этому поводу прямо сейчас напишите в комментариях мы желаем вам всем их мыслимых и немыслимых благ и услышимся в следующем видео